У нас в гостях Анна Александровна Гедамак. Вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости. Я очень рада встрече. Надо сказать, что я первый раз вот здесь, в этой библиотеке, буду рассказывать о Смирнове. Я уже о нём рассказывала и в Москве, и в Париже, и в Хрёсе, само собой, и на многих-многих международных конференциях. И, как показывает практика, всякий раз, когда первый раз где-то появляешься, для всех имя Смирнова оказывается целым открытием. Николай Павлович Смирнов, уроженец Плёса, родился в семье последнего городского головы Павла Николаевича Смирнова. Я думаю, что вы все бывали в Плёсе, на Соборной горе, и вот там стоит памятник основателю города-крепости, князю Василию, сыну Дмитрия Донского. И никто не знает, кто же основатель, вернее, кто этот памятник установил. А вот как раз установил его Павел Николаевич Смирнов. И он трежды избирался на пост последнего городского головы. Это с этой семьей дружил Левитан, когда бывал в Плёсе. Он жил в доме купца Солодовникова, а вот с этой семьей очень дружил. Дяди будущего писателя устраивали охоту для Левитана. И когда Николай Павлович Смирнов, первые главы книги «Золотой плёс», я уверена, что вы все читали эту книгу. Это единственная книга художественная о Левитане, о его пребывании в Плёсе. Ну так вот, когда Николай Павлович отправил первые главы книги Верии Николаевны Муромцевой-Гуниной в Париж, то она в своем письме написала, что, прочитав ваши главы, я настолько ярко представила охоту, которую устроили ваши дяди. Она не так ярко, вернее, даже охота Ростова к войне и мире бледно вычисла. При жизни Смирнов стихи свои не публиковал. Он считал их недостойными. И когда стала цель собрать рассказы его, стихи, я два года собирала стихи по всем журналам, по рукописям, по дневникам. И получился вот такой вот, я не постесняюсь сказать, замечательный сборник. Он проиллюстрирован работами плёских художников. Была эта книжка издана вместе с книгой «Золотой плюс» в восьмом году, к юбилею писателя. На многие стихи его написана музыка. Это стали любимыми, популярными романцы. И сегодня Александр Сибирёв как раз будет петь романцы Николая Павловича Смирнова. Он будет чуть попозже. Если у вас будет желание, вот книжку можно купить. Ну а в библиотеке я, естественно, книжку само собой подарю. Так, вот эта книжка. Это мой авторский проект, книжка «Голоса». Здесь то же самое. Два года назад был у нас первый международный фестиваль «Плёская муза». И вот к этому фестивалю я создала такой сборник. Он международный. Здесь не только мои стихи, здесь стихи многих-многих авторов, известных, менее известных. И вот этот сборник на международном конкурсе в Германии получил специальный диплом. Если будет вам интересно, его тоже можно приобрести. Ну и ещё вот такая книга «В незакатном свете». Она посвящена памяти Аллы Павловны Вавиловой. Все бывали в Плёсе, все бывали в музее Левитана. Она основательница музея Левитана. То же самое здесь 50 авторов. Книжка проиллюстрирована работами Левитана. И чем интересны стихи, они написаны. То есть поэтическое переложение картин Левитана. Это очень сложный жанр. Тем не менее, поэты справились. Родители писателя. Павел Николаевич Смирнов и Евдокеев и Артистовна. Я уже сказала, трижды Павел Николаевич избирался на пост городского головы. Все считали, что никто так не знает проблемы Плёса, как Смирнов. И если бы не революция, которая в Плёсе произошла в 1918 году, не как везде, а года позже, то Павел Николаевич, наверное, и на следующий срок был избран. А так семью постигла очень жестокая участь. С одной стороны, Николай Павлович окончил Кенишевское реальное училище, где он учился в одну пору с Фурмановым. И они очень дружили, несмотря на то, что разница в возрасте. Они часто ездили в Москву в надежде купить, ну, хоть какой-нибудь сборник Бунина. Николай Павлович с 14 лет стал исследовать творчество Бунина, следил за всеми стихами. Наверное, по праву его называют первым исследователем творческого наследия Бунина. Семья Смирновых на фоне дома, наверное, в один день фотограф все эти снимки делал. Ну и вот хочу представить вам на этой фотографии. Вот, что справа у нас, да, такой небольшого роста мужчины, шапочки. Это Виктор. Вот с ним очень дружил Левитан. Виктор организовывал охоту для Левитана. Он был кузнецом. Работал один кузнецей, справлялся со всем. Кузнеца находилась, ну, опять же, география Плёса, как только въезжаете, справа ничем не приметное здание телеграфа, вот на этом месте до 60-х годов еще продолжала стоять кузнеца. Следующий дядя писателя, это Григорий, был заядлый охотник. Вообще, надо сказать, что все дяди были заядлыми охотниками, и только Смирновы из всего Плёса держали специальную породу собак охотничьего, редкая порода, и очень гордились. Как только собаки начинали лаять, все говорили, ну, опять Смирновы собрались на охотник. Дальше в центре стоит, это как раз вот Анна, о ней я уже сказала. И вот сидит в белом платье, это вот мать писателя. За ней вы видите улыбающийся мужчина с такой классистой бородой, это и есть План Николаевич Смирнов. Дальше Александр, который вел торговлю, один торговал в скобяной лавке. Это были, семья была купеческая. Хотя, если вот вернуться к началу истории этой семьи, то прадед писателем был крепостным кузнецом в имении господ в Моисеевых. Выкупился из крепостничества, купил сначала небольшой домик в Плёсе с участком, и там построил дом. Дом огромный, мы увидим фотографию этого. И вот сидит хозяйка этого дома, главнокомандующая в семье. Никто не смел ослушаться Зиновьи Степановне. Её слово было законом. Вот такая большая семья, но здесь не все братья. Там же сказала, шесть братьев и одна сестра. Ну и здесь вы тоже самое видите. Мать Едохи Феоптистовна стоит, это уже Николай Павлович, и рядом с ней сидит это Леонид Павлович. Вот семья Смирновых подарили России двух выдающихся людей. Николай Павлович, писатель, и Леонид Павлович, известный его физик. Во время войны он очень много сделал для того, чтобы он был экспедицием, и очень много полезного сделал в это время. Ну и после войны он продолжал и писательскую деятельность, и прочую-прочую деятельность. Здесь вы видите на фотографии, вот Коля Смирнов и его брат Борис двоюродный собрались на охоту. С ярмарки привезли игрушечное ружьё, подарили Николаю Павловичу, и вот они пошли все вместе на охоту. Вот такой вот снимок. Ученики Книшинского реального училища. Вот там второй справа стоит, это Николай Павлович. Он учился долго, болел много, поэтому часто отсутствовал, его оставляли как бы на повтор. Но вот это училище, оно было начало для его творческой деятельности. Вот уже будучи учащимся, он очень много писал, у него много рассказов написано, много стихов написано, тогда ещё такие юношеские стихи. Но вот училище очень много дало его в плане общения. Я уже назвала вот Курманов, Шошин, ещё очень много людей, которые потом стали известными, и с ним Николай Павлович всю жизнь дружил. Ну вот так выглядел Курманов. У всех у нас в памяти, у всех читали, наверное, и перечитывали этого Чапаева, да, и одна из любимых книжек была наша. Вот так дружба продолжалась их до конца дней. Вы знаете, что Курманов недолгую жизнь прожил. В библиотеке Смирнова было несколько книг с автографами Гунина, очень много было фотографий. После Кинишмы, после училища его оставляют в Кинишме редактором газеты «Рабочий крестьянин», а затем его приглашают в нашу областную газету «Рабочий край». Тогда уже, в девятнадцатом году, в двадцатом году, эта газета была очень интересна, и она считалась, ну, как бы, очень значимой. Вот опять же учащийся, посмотрите, какая униформа. Вот, и здесь он с ружьём. Он мог неделями ходить по лесам. Не столько привлекала его именно охота, а вот это природа, общение с природой. Потом вот эта закалка охотничьей, она помогла ему выжить в лагерях «Булага». То же самое, двадцать третий год, он уже в Москве. Его приглашали сначала в газету «Известия» литературным редактором, а затем, когда открылся журнал «Новый мир», его пригласили ответственным редактором «Нового мира». И он там отработал до тридцать четвёртого года. Так, здесь вы видите уже семья. Жена его, Алексена, и дочь Муза. В этом году Муза Николаевна умерла, ей уже было более девяносто лет. Заслужены, перезаслужены дети России. Она тоже самое пошла по стопам своего дятина, геофизик. Очень много сделала для развития этого у нас в стране, хотя начинала свою деятельность в Грозном. «Перевал». Была такая литературная группа, которую создал Николай Павлович. И это в основном были писатели-охотники. Ну, вот вы видите и Павел Низовой, и Перегудов, и Новиков Прибой, и вот среди них Николай Павлович Смирнов, и Лидия Сейфулина, и Правдухин. Из них в живых во время репрессий остались только двое – Николай Павлович и Лидия Сейфулина. Только потому, что их как-то по-другому допрашивали. И вот целый протокол допроса… Я очень дружу с Виталием Шанталинским. Он возглавляет комиссию по делам репрессированных писателей. И он занимается тем, что он изучает эти материалы допроса, потом описывает это всё. Его первая книга «Рабы свободы» на основе этих документов. Её даже не издавали в России, а её издали во Франции на французском языке. Затем уже, гораздо позже, она была издана в России. Очень тесная дружба была. Не только они вместе ходили на охоту, они писали вместе, они много общались, они привлекали молодёжь. Более того, когда Николай Павлович работал в «Новом мире», он поддерживал всех начинающих поэтов и писателей. Он встречался с Маяковским. Вот целый образ, описанный им, как он первый раз увидел Маяковского, вот как он разговаривал, как он общался. Он рецензировал стихи Маяковского. И вот при этой редакции был, ну как вот у нас сейчас говорят, клуб юных или начинающих поэтов, точно так же при этой редакции было общество молодых поэтов, куда входили тогда ещё начинающие поэты. С Есениным не встречался Николай Павлович, но очень следил за его творчеством. Так выглядел Маяковский. Есть несколько писем из их переписки. Я 18 лет занимаюсь творческим наследием Николая Павловича Смирнова, поэтому вот уж как-то так почти наизусть всё знаю. Сначала, как-то, как говорит Николай Павлович, он не очень воспринимал Есенина, но это было вначале точно так же, как он сначала не понимал цвета его и даже осуждал её, а потом только, когда он говорит, я прочитал её под другим взглядом, я понял, что это за поэтесса. «Через новый мир» публиковались новые произведения Шолохова. Так в своё время были опубликованы главы из книги «Поднятая целина», причём те главы из второй части этого романа, где расстреливают большевиков. И все ждали, что Сталин отреагирует на это. Но была тишина, Сталин как будто ждал какого-то момента, выжидал. Затем в этом же «Новом мире» Николай Павлович опубликовал «Тихий дом» и опять тишина. Причём публиковались те главы, где, опять же, помните, то красные, то белые побеждают, то там ещё. Вот как раз вот эти непростые сложные моменты в революции. То же самое, никакой реакции как будто Сталин не произвёл, хотя в это время уже шли репрессии, уже, так сказать, очень смелых в плане публикаций отправляли в места не столь отдалённые. Давайте, да, Борис Пастернак. То же самое. Знакомство их произошло однажды в том же «Новом мире», и дружили они до последних дней. Николай Павлович хоронил Бориса Пастернака. И когда Смирнова сослали в Сибирь, сначала он отбывал срок на Алтае, в Кемчуге, никто не осмеливался даже писать. Правильно говорят, друзья познаются в беде. И только Пастернак ему писал. Более того, присылал свои новые переводы с грузинского языка и рассказы свои. То есть он поддерживал связь. Он понимал, что необходимо человека поддерживать. У Николая Павловича очень много потом уже, когда он вернулся, описано в дневниках вот это пребывание в этих лагерях. Поскольку он был очень начитанным человеком, то в том бараке, где он находился, вечером собирались арестанты, усаживались, и Николай Павлович наизусть начинал пересказывать войну и мир. Толстого, Достоевского, Чехова, кого-то из зарубежных писателей наизусть. И потом постепенно из других бараков стали приходить сюда. Начальство не сопротивлялось. Они понимали, пусть лучше сидят и тихо, мирно слушают, чем они там чем-то будут заниматься. Но случилось так, что, видимо, всё-таки забоялись, а вдруг он поднимет какой-то бунт, или, может быть, по другой причине, и его отправили в Архангельск сначала, а затем в Читу. И вот он описывает опять же в своих дневниках, как они плыли по северным морям. Это был декабрь месяц. Это были очень большие, штормило море. Невыносимо было выдержать пароход Вологда. Всех загнали в трюм. И вот как в этом шторме болели этой морской болезнью до погибели. Николай Павлович говорит, что меня спасло только то, что я вот эта закалка охотничья. Он в тайге мог, я уже сказала, неделями бывать без какой-то еды. То есть мог там питаться, что называется, под нужным кормом и талую воду пить. Это и спасло его. И вот как однажды едва этот пароход не погиб, обледенел весь. Тогда выгнали всех, кто ещё был жив, чтобы освободить ото льда. Ну, я вам мягко рассказываю. Когда читаешь эти дневники, воспоминания, то получается не очень мягко всё это воспринимать. Прибыли в Воркуту. И вот там он уже как бы последние годы, три года отбывал в Воркуте. То же самое описывает всё, что там происходило. Я не буду пересказывать, выйдет книга, планировала в этом году. Но, как всегда, финансовые проблемы, книга откладывается. Видимо, на следующий год книга выйдет о Николае Павловиче, его переписка с Бонинским окружением. Я думаю, что у вас будет возможность эту книгу приобрести. С ними тоже переписывался, с ними много общался Николай Павлович Смирнов. Но это благодаря его поддержке о них узнали. В России ещё не печатали их рассказы, но во Франции в газете «Парижские новости» публиковали рассказы Шукшина, Белова, Пришвина, ещё многих-многих-многих тогда начинающих писателей. В России о них ещё тогда ничего не знали. И вот это время, когда ещё не было такого свободного общения, был такой плотный политический занавес, никто не осмеливался. Помните, что и выезд за границу был тоже под запретом. Однако же Николай Павлович переписывался. Конечно, письма тщательно проверялись, но, тем не менее, переписка велась. Письма, то же самое я все расшифровала. И вот между строчек, когда несколько раз прочитаешь это письмо, тогда понимаешь, о чём по сути хотели написать тот или иной автор. Там нет жалоб, что там они плохо живут. Но вот вдруг какая-нибудь фраза одна, и понимаешь, что они испытывали. А испытывали они, пожалуй, у каждого было одно и то же – желание вернуться на родину. Они верили, что они когда-нибудь вернутся. Но все понимали, что их здесь ожидает. Поэтому вот эти письма, это было, знаете, как не только маленький привет с родиной, а Николай Павлович, он описывал «Плёс». Он описывал «Волгу», он описывал «Москву», он описывал, какие мероприятия проходили в память Бунина или ещё кого-то. То есть такая, знаете, переписка была, о чём они просили, он писал. В свою очередь в письмах эмигрантов было очень много информации о Левитане, о Софье Петровне Кувшинниковой, потому что он собирал материал книги «Золотой Плёс». Но вот перечитывая эти письма, невольно узнаёшь так много нового. Например, одна из эмигрантов была свидетельницей, вернее, не свидетельницей, а ей рассказала её мать, как сжигали и кто сжигал усадьбу Тригорская. Я поискала в интернете, очень мало нашла материала, а вот из этих писем почти что первоисточник. Или там, например, как после смерти Левитана, как пропагандировала его творчество Софья Петровна Кувшинникова. Это его ученица, это его крылатая муза. То есть вот что такое переписка. И хорошо, что вот у нас ещё есть такие возможности, я имею в виду, что есть такие письма. Это эпистолярное наследие. Очень много узнаёшь. Но я думаю, что когда книга выйдет, это уже будет отдельная презентация, тогда будет о чём поговорить. Как правило, в Москве, как он сам говорил, он вообще ничего не писал. Он писал, когда приезжал в Плёс. Для него свидание с Родиной, это было, как он сам говорил, он лечил душевные раны в Плёсе. Он мог бродить целыми днями по окрестностям Плёса, по лесам, по полям. Но вообще так устроены были Смирновы. Кстати сказать, из всех шестерых братьев, дядей его, были женаты только двое. Это отец Николая Павловича и ещё один дядя Иван, которого насильно Зиновия Степановна заставила жениться. Она сказала, вы шестеро, вы должны оставить кого-то. Но вот сейчас Род Смирновых вымер полностью. Удивительное было женитьба Павла Николаевича. Он не хотел, он был уже 37 лет, он не хотел ни в какую жениться. Тогда Зиновия Степановна топнула ногой, сказала, завтра придёт Сваха, и всё, никаких разговоров. Сваха нашла ему невесту. За три девять земель от Плёса. В очень многодетной семье, где было девятнадцать девиц. Девятнадцать. Представляете, это семигорья. Ему сосватали старшую Елену. Саша, здравствуй, дорогой. Сейчас одну секундочку я заканчиваю. Но, когда приехал жених смотреть невесту, пока она переодевалась, вышла средняя Евдокия. И Павел Николаевич сказал, мне эту. Как, сказали, нельзя, тебе сосватали. Нет, он сказал, тогда никакую. А Елене было пятнадцать лет. Поэтому год ждали, пока исполнится ей шестнадцать, и только тогда свадьба. Ему тридцать восемь, а ей шестнадцать. Но брак был удивительный. Так, встречаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Начну я, наверное, с Плёсского романса с педминой Плёса. Музыка Боброва, слова Городия Сминова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Святые с детства нам ласкают вслух. Художникам Соколовым как раз во время ссылки Николая Павловича Смирнова. Художник погиб в ссылке, но вот несколько работ он писал, портреты вот этих самых репрессированных. То кусок фанеры, то какая-то бумага, то есть на подручных материалах. Портрет этот долго хранился в семье писателя, затем его передали вместе с архивом в Плёсковому музею-заповеднику. Вот так выглядел. Ну, немножко художник приукрасил. Николай Павлович был очень худ. Просто, что называется, ходячий скелет был. Ну, понятное дело, какие условия и чем питались. Так вот, ещё такой тоже эпизод с матерью. Евдокия Феоктистовне было уже за 60, когда Николай Павлович был отправлен на Алтай. И ей разрешили, добились они, ей разрешили с ним свидание. Уговорила машиниста паровоза. Её взяли в паровоз. И на каждой станции, потому что если паровоз дальше не шёл, её передавали из паровоза в паровоз. И она добралась до Кемчуга. Там паровоз на этой станции не останавливался. Только на минуту машинист притормозил, она выпрыгнула в сугроб. Это был январь месяц. И два километра пешком по тайге. Вот ей указали направление. И она вот по тайге пешком по снегу пришла в этот лагерь. Она всё умела делать. Вот семью начальника лагеря, она как прислуга у них стала. Она их обшила, обвязала. Она им готовила, убирала, мыла. Но за это она каждый день виделась с Николаем Павловичем. Подвиг Материнский. Хотя, когда он сидел на Лубянке, свидание с ним не разрешали. Даже когда их отправляли по этапу, всего одну минуту разрешили взглянуть друг на друга. И всё. Но зато вот такое было свидание сына с матерью. После освобождения, это 1939 год, ему не разрешили жить в Москве. Только на 101-м километре. Это город Александров. Ну, этот город, он тем и известен. 101-й километр. С первых же дней войны он был призван на фронт. Но поскольку он был негоден к строевой, он был при штабе писарем. И так вот всю войну, у него ревматизм он нажил. То есть, ходил едва-едва. Но, тем не менее, на фронт был призван. И вот уже следующая фотография Николая Павловича с дочерью Музой. У него единственная дочь, Муза Николаевна. Это вот отдельная история. Жена Поликсина Фёдоровна была коммунисткой. Она была председателем партии Чейки в Кинишне. Она была вся в работе. Она могла неделю не появляться дома. И девочка, они жили... Знаете, бараки такие были. Вот была там комнатка какая. И Муза, она говорит, я на шестой день выползла из комнаты, потому что так хотела есть, что даже уже и кричать не могла. И вот выползла из этой комнаты. Соседи увидели, её накормили, напоили и отправили к бабушке в плёс. И она так и жила большей частью с бабушкой. И вот я хочу возвратиться опять к истории дома Смирнов. Когда Николай Павлович вернулся, вот он, видите, только что вернувшийся, сидит справа. 1939 год. Такая очень трогательная история. Он написал, что приедет и сразу приедет в плёс. И вся семья приехала в плёс, как они его ждали. Сняли дом, потому что их дом отняли. Я сейчас расскажу об этой истории. К вечеру теплоход. И Муза Николаевна говорит, я почувствовала, что он идёт. Ну, если помните, Соборная гора. Вот они жили в Заречье, возле Соборной горы. И она взбежала на эту гору. А отец её, Николай Павлович, он поднимался там на базарный спуск. Есть вот дорожка по этой дорожке. И они встретились у храма. Как они стояли долго, обнявшись, слушая биение сердец друг друга. Но она вот описывает это всё там, без слёз. Вот невозможно это всё читать. И вот они, конечно, очень долго, подолгу жили в плёсе, насколько было позволительно. Николая Павловича все сторонились. Враг народа. Дом был отнят. У них было три дома. Все три дома у них один, другой, третий отняли. Значит, первый, опять же, я хочу вам напомнить, значит, где находятся эти дома. Обелиск Павшим, знаете где? Воскресенская гора. Вот если идти в больницу, угловой дом двухэтажный, с заколоченными окнами. Вот это и есть дом Смирновых. И следующий по этой улице одноэтажный домик весь резной, это тоже их. И следующий, где была столовая дома отдыха, это тоже их дом. Так вот, все, значит, оставались уже в главном доме двухэтажном. И вдруг ночью приходят, ну, обычно так принято было ночью прийти, и предлагают не в вежливой форме покинуть дом. А бабушки, Зиновьи и Степановне, все время говорили, что вы будете готовы. И Евдокия Феоптистовне тоже говорили, вы будете готовы. Их очень уважали. И поэтому даже накануне их предупредили, что придут. Они успели документы вынести, успели там еще что-то куда-то раздать соседям, чтобы потом это можно было взять. Ну, каково было удивление, когда соседи отказались это возвращать. Там соседи, знакомые и так далее. И они остались вообще ни с чем. Ну, документы потом у них отняли. Вот когда произошла революция в Плесе, то многие стали лишенцами. Смирновы в том числе. Ну, я думаю, не надо объяснить, что такое лишенцы. И вот эта огромная семья, они вынуждены были нищенствовать. Более того, Павел Николаевич и Евдокия Феоптистовна были отправлены в лагерь под Кинишму. Был такой лагерь, где содержались люди, которые как бы не признавали советскую власть. Три месяца. Павел Николаевич и двойне умер. И то, что вот рядом была жена его, Евдокия Феоптистова, она всячески поддерживала. Вот они остались живы. Николай Павлович ходил в Кремль на поклон, чтобы его родители освободили. Родители освободили, но его в 1934 году, как потом будет сказано, по ложному обвинению он был осужден и отправлен в лагерь Агулага. Вот почему с ним и не здоровались Плёси. Очень долго, причем только в последний его приезд, это был 1969 год, на набережной, с ним познакомился ныне уже покойный Плёсский поэт Ювенал Иванович Смуров. Не боясь никого, не стесняясь, он человек был смелый, подошел, подал руку и сказал, «Я знаю, что вы Смирнов, я вас очень уважаю и горжусь тем, что с вами в одном городе». Николай Павлович был отлучен от литературы на 25 лет. Только в 1959 году его восстановили в Союзе писателей России. Но он писал, он писал рассказы, причем, знаете, какие удивительные рассказы, рассказы-воспоминания о купцах, о Кинишме. У него целый цикл рассказов о Кинишме, о Плёсе. Один из рассказов я однажды опубликовала в одном из номеров «Откровение». Просто написала «Энн Смирнов». Рассказ называется «Можжевеловый корень». Когда прочитали, не могли поверить, что это Смирнов. Пытали меня. Да, говорят, он расшифрован из его рукописи. Это такой рассказ. Очень много охотничьих рассказов, которые до сих пор не опубликованы. Я надеюсь, что все-таки найдутся деньги, потому что читать Смирнова надо. Его потрясающий стиль. Письма. Если вы помните вот этот золотой плёс, это же вот Бунинский стиль. Я специально пыталась выяснить, где описание степи красивее. Чехов, Смирнов и Бунин. Так вот, Смирнов между ними. У него неповторяющиеся слова. У него, если одно слово придумано им, скажем, на пятой странице, то на всех последующих это слово не встречаются. Уже новые слова. Когда Николая Павловича арестовали, это было в декабре 1934 года. Это вот как бы, знаете, ну так не говорят юбилей репрессии, но тем не менее, вот 14-й, и у нас тоже 14-й, да, 34-й и 14-й. Значит, то же самое пришли ночью, но накануне сообщили Николаю Павловичу, что за ним придут, и он успел дочь свою Музу отправить к жене. Вот он был в курсе того, что его все равно арестуют. И чтобы жену не подвергать репрессиям, они разошлись, расстались. Это было сделано для того, чтобы спасти дочь и жену. Они жили в другом районе Москвы, а Муза Николаевна, она все равно любила бывать у них. Так вот, ее тоже вечером он отвез на квартиру, где жила Эльдокефия Актистовна. А утром она не выдержала. Ночью не спала, как она потом пишет в своих воспоминаниях. И она прилетела домой, открывает, сбегает по лестнице, бегает в квартиру, все разбросано, мебель перевернута, сидит бабушка, складывает бумаги, и тихо говорит, Папу взяли. Ну и потом вот эти долгие ожидания, переписки не было никакой, только через Пастернака узнавали. И то, знаете, в стихах, в каких-то письмах, все завуалировано, писалось. Он ни на что не жаловался, он говорил, что у него все хорошо, все замечательно. Но я вам хочу прочитать одно стихотворение, порубочный материал. Глуши в тайге Весенний пахучий По лесосекам тихим и сырым Шумят костры, Сгорают, тают сучья И горько оползает дым. День мягок, нежен, Ласково синеют и даль, и небо Чуть свежо в тени, И целый день ползут, Шипят, как змеи, Оранжевые звонкие огни. Лазурный пепел, Тяжкое дыхание, Агония. Вот так сгорят свой срок, Мои раздумья, страсти и страдания, И сердце успокоит холодок. Так и мое родное поселение, Изломанное в судороге лет, Уносится в холодный дым забвенья, Оставив теплый, незабытый след. Порубочные горькие остатки, Обломки прошлого, Друзья далеких дней, Их вспоминать и горестно, и сладко, В глуши, в тайге, веселой от огней. Как много мертвых, В Польше, на Кубани, На океанских знойных берегах, Легли одни, не нужно, Гордой данью, Со словом Русь на стынущих губах, За новый мир, Мечом преображенный, Другие пали храбро и легко, Трехцветные и алые знамена Шумят над бедной памятью врагов. Друзья, враги, Позор и честь, и слава, Растерянность, Накал страстей и чувств, Весна, тайга И терпкая отрава, Заброшенность, Затерянность и грусть. И здесь, в тайге, Где звоном и шипением Бежит огонь змиисто-золотой, Мои ровесники, Обломки поколенья С лопатами, С пилою и киркой. Дымясь сгорает Ветхое былое, По лесосекам шум и голоса, И льется, Льется небо голубое, В усталые соленые глаза. Романсы на стихи нашего Поэта Константина Бальмонта, Шуйский поэт. Некоторое время назад Было 40-летие, Праздновал весь мир его. И к этому времени Я написал 4 романса На его стихи. И сейчас вашему вниманию Предоставлю 2 или 3. Ну, как пойдет. Безглагольность Называется романс. Есть в русской природе Усталая нежность, Безмолвная боль, Затаенной печаль, Безвыходность горя, Безгласность, Безбрежность, Холодная вынес Уходящая даль. Приди на рассвете На склон козагора, Овенка рекой уж Глубится прохлада, Чернеет громада Застывшего позора. И сердце так грустно, Ни сердце не рада. Войди на рассвете, Войди на закате, Как свежие волны Похладный глушь Деревенского сада, Деревья так сумрачно, Странно безмолвный, И сердцу так грустно, И сердце не рада, Как будто душа О желанном просила, И сделали ей Незаслуженно больно. И сердце простило, А сердце застыло, И плачет, и плачет, И плачет невольно, И плачет, и плачет, И плачет невольно, И плачет, и плачет, И плачет невольно, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Романс называется «Лунная печаль». Ты не была сестрой, то ежем, то страстным, Я тебя любил, я тебя люблю. Ты призрак дорогой, бледнейший неясный, В этот лунный час я о тебе скорблю. Ты призрак дорогой, бледнейший неясный, Ныне в этот лунный час я по тебе скорблю. Я по тебе скорблю. Мне хочется, чтобы меч наскрыть свет крылья, Воздушной тишиной соединила нас. Мне хочется, чтобы я исполненный бессилие твои глаза струил огонь влюбленный глаз. Мне хочется, чтобы я исполненный бессилие твои глаза струил огонь влюбленный глаз. Не хочется, чтоб ты, вся пленная от муки, под лаской да не рвала. И цовал бы я твое лицо гроза, и маленький рубит, и шепнул мне, смотри, я вся твоя твое лицо, глаза. И маленький рубит, и шепнула мне, смотри, я вся твоя, смотри, я вся твоя. Я знаю, все цветы для нас могли возникнуть, во мне дрожит любовь, как лунный луч во лне. Я хочу стопать, безумствует воскликнуть, ты будешь навсегда любовной пыткой мне. Любовной пыткой мне. Ещё один романс на стихе Константина Баймонта. Почему-то так получилось. К сожалению, на стихе Смирнова у меня только один романс. Но я думаю, что в будущем появится ещё, может быть, даже в этом году. О! Женщина-дитя. 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 Для прихоти твоих я душу погублю, Всё-всё возьми себе за взгляд очей прекрасных, Для прихоти твоих я душу погублю. Всё-всё возьми себе за взгляд очей прекрасных, За слово лживое, что истины нежней, За сладкую тоску, восторженных мучений. Ты море странных снов и звуков и огней, Ты друг и вечный враг, злой дух и добрый гений. Ты море странных снов и звуков и огней, Ты друг и вечный враг, злой дух и добрый гений. О, женщина-тися, привыкшая играть, Нежный глаз и лаской поцелуя. Я должен бы тебя всем сердцем претирать, А я тебя люблю, волнуюсь и тоскуя, Я должен бы тебя всем сердцем претирать, А я тебя люблю, волнуюсь и тоскуя, Субтитры создавал DimaTorzok Ну, еще тогда в заключение Еще один роман си Касатина Баймонта Я буду ждать Я буду ждать тебя мучительно, Я буду ждать тебя года, Ты моешь сладко исключительно, Ты обещаешь нам всегда, Ты сябит молния несчастья, Случай луч во тьме земной, Неизъясненно сладострастия, Еще не поздно, но... Свою смешку, конечно, кроткую, Лицом всегда склоненным гис, Своей неровную походку Крылатых, но неходких птиц. Ты будешь чувство тайно смящее, Но знай не дотмит слеза твои, Куда-то прочь глядящие, Твои неверные глаза... Не знаю, хочешь ли ты радости Уста к устам Прильнуть ко мне, Но я не знаю высшей сладости, Как быть с тобой наедине, Не знаю, смерть ли ты нежда наряда И нерожденная звезда, Но буду ждать тебя желанная, Я буду ждать тебя всегда. Я буду ждать тебя, желанная, Я буду ждать тебя всегда. Мы с Сашей дружим, Саш, ну, Саш, Похвастаюсь с тобой, Что мы с ним очень давно дружим. И как только случается вечер, Посвященный Смирнову, Саша всегда участвует. Саша, ну, где-то я подарю Такую книжку, Поклон Плесов, Растик Николаевича Смирнова. Ну, я надеюсь, что у нас и дальше С тобой дружба будет продолжаться. Я хочу поздравить нашим жителям, Так и как коллегам. Дело в том, что действительно, Наша земляна богата талантами. К сожалению, они такие скрытные все. Вот, например, никто в России не знает, Что весь мир поет, например, Наш романс Иванский живет на и отраду. А я его слышал везде, во всем мире. Особенно, когда люди где-то за рубежом. И, вы знаете, там в течение времени Наступает такое состояние, Когда человек хочет общаться на русском языке. И вот люди собираются в салон, Вот такие небольшие, поют песни. И вот этот романс, он самый первый. Саша, мы же нас полночь его. Давай споем тогда. Я просто хотел еще продолжить, Что действительно, Иванская земля, она богата, но талантами. Но, к сожалению, они такие вот тихие, Тихие, скромные. Хотя внутри очень сильные. Ну вот, вот этот романс, Он потом стал народной песней, Благодаря Лиде Русланову, Поведу Моя отрада, Сергей Рыскин. Вы знаете, он родился в 20 километрах от Иваново, В местечке Песцова. 20 километров по Ярославской дороге. И вообще, вот этот романс, он удивительный сам по себе, По той причине, что он написал большую поэму, Где-то на 100 страниц, Называется «Судалец». И первые слова этой поэмы начинаются так. «Живет моя зазноба» В высоком тюрьму. Ну, я так думаю, что уже, Вряд ли композитор Шишкин смог переделать. Он взял просто четыре, Вот четверостиш основных из этой поэмы. Ну, квинтэссенция. Скорее всего, уже народ переделал И добавил какие-то слова дополнительные. Ну, и Лидия Русланова это, так сказать, развела, Развила или поддержала. Скорее всего, Да, вот, жалко, что Сергей Руслановский, Он в 30-х годах был репрессирован, Хотя в свое время был более, Даже популярным по некоторым оценкам историческим, Чем Сергей Есенин, представляете? Он тоже работал в жанре народных стихов. Но потом в 30-х годах его все творчество сожгли, У него несколько томов вышло, И, по-моему, один остался, Только остался небольшой сборничек. А так, было несколько томов, И сожгли полностью, И на славках он умер, И сейчас неизвестно для его могилы. Ну, вот даже то, что Весь мир поет вот этот романс, До сих пор и молодежь, что ли. Это, да, это говорит о том, Насколько он... Насколько он... Насколько он... Есть горы, шутки, не в холодовом, И никого... Я знаю, у красотки Есть скорость у тренеславы, Никто не заговорит Дорогу молодца, Никто не заговорит Войду я к милым земным И прошусь в ноги гней Была бы только ночка На ночка потемней Была бы только ночка На ночка потемней Была бы только ночка На ночка потемней Была бы только тройка На тройка порезвей Была бы только тройка На тройка порезвей Субтитры создавал DimaTorzok После такой песни, такого исполнения, такого общения трудно опять переключиться на Николая Павловича Смирнова. Но вы знаете что? Давайте я почитаю его стихи. Я всю биографию, биографию, да, какой он талантливый, какой он был востребованный. Кстати, сказать, его первые книги, когда его арестовали, велено было уничтожить всех. И если у кого-то книга обнаружилась в библиотеке, этот человек нахазывался. Всего по два экземпляра этих первых книг сохранились. Одни экземпляры у нас в фондах музея-заповедника Плюсского, а вторые экземпляры у его внучки, Марины Константиновны Труниной. Она собирается передать Ивановским библиотекам, уже библиотеку своей матери. Они были большие любители книг. Вот сам Смирнов Николай Павлович, первое слово его было, не поверите, «Левитан». Потому что на столе лежала огромная книга, на которой было написано «Левитан». И вот это первое его было слово. И последняя книга, которую он написал, это книга о Левитане «Золотой плёс». Если кто не прочитал, я вам очень рекомендую, прочитайте. Ну а сейчас я почитаю стихи. Лес, долина, церковка на всгорье, Лёгкая прозрачная луна, Утешает боль, тоску и горе, Тёплая, родная сторона. Тучки светят золотом и синью, Запад ослепительной зарёй, Пахнет сеном, горькою полынью И прохладной вянущей листвой. И забыв раздумья и тревоги, Тишиной вечернюю объят, Я бреду неспешно по дороге, Грустно уходящий на закат. Последняя строчка о нём самого. Дорога, которая вводит закат. Ну, если позволите, ещё. Вот стихотворение, которое было написано им тоже в один из приездов. Он написал... Погромче. Погромче, хорошо. Когда он приезжал, он всегда заходил в собор. Собор Успения Богородицы – это церковь, которая находится на Соборной горе. И вот в один из приездов он увидел икону «Споручница грешных». И вот он как вот описал. Голубою ризою одета, благостно-лучистое лицом, Ты века сияешь, Матерь Света, под своим торжественным венцом. Сколько позабытых поколений шли к тебе с тоскою и мольбой, Сколько душ в руках своих молений Обретали радость и покой. Вот и я, свидетель бурь мятежных, Искалеченный в чужом бою, Пред тобой, с поручницею грешных, На колени радостно встаю. Я касаюсь рубкими устами Тонкого иконного стекла, И душа, пронзенная грехами, Хоть на миг становится светла. Эти слезы сердцу дорогие, Песнопения, слова и цветы – «Всё тебе, прекрасная Мария, Образ вековечной чистоты». На Дум дыхания было написано это стихотворение. Оно не было нигде опубликовано. Вы знаете, в советские времена, когда вообще не приветствовалась тема религии, тема веры и так далее, Поэтому всё, я говорю, всё в его большом сундуке, В его копилке, откуда можно ещё черпать и черпать. Не только стихи, но и прозу. В родных местах, как в тёплом отчим доме, Опять брожу вечернее порой, И тихо кланяюсь, и церковки на взгорье, И русской дали нежно-голубой, И полевому чистому простору, И васильку на жёлтой борозде, И дальнему таинственному бору, И одинокой северной звезде. На тихой Волге под закатным светом Плывёт буксир раскатисто трубя На родине печальным поздним летом Встречаю вновь далёкого от себя. Николай Павлович основатель Очень известного журнала Охотничьи просторы. Журнал этот пережил все времена. Это литературно-художественный журнал, Который никогда не закрывался, Ни в какие времена. До сих пор издаётся. До сих пор. И они всегда рады, Когда им приходит материал Либо из архива Смирнова, Либо о самом Смирнове и так далее. Очень интересно, вам рекомендую. Наверное, в вашей библиотеке Есть экземпляр этого журнала. Потрясающе интересный журнал. Причём публикуют там даже со всего мира. Но вот в последнее время Не только вот этот журнал Так стал как бы рьяно интересоваться Творчеством Николая Павловича Смирнова. Я тут на фестивале Плёсская муза Познакомилась с президентом Международной ассоциации «Глагол» Владимиром Сергеевым. А он основатель журнала «Глагол». Он издаётся в Париже. И вот первый раз в этом году В этом журнале Были опубликованы стихи Наших ивановских поэтов. Завязалась такая дружба. Опять восстановлен этот литературный мост. Издатель и президент Володя Сергеев Приезжали сюда. Мы в Плёсе делали презентацию Этого журнала. А вот следующий приезд Это будет в июне. И тоже с презентацией Очередного номера. И я вас уже заранее Предупреждаю, приглашаю Услышать, обязательно приходите. Очень интересное общение И сам журнал. И там тоже произведение Николая Павловича Смирнова. Вот странная штука Происходит на земле. Вот меня только сегодня Михаил Александрович пытал Почему до сих пор в Плёсе Нет музея Смирнова? Знаете, вот провалиться мне На этом месте, если я хоть слово Солгу. До меня два научных сотрудника Занимались этой темой. То есть вот эта тема Уже более 30 лет Муссируется о создании Музея Николая Павловича Смирнова. Всё есть. Есть предметный фонд. Есть чем наполнить музей. Есть концепция. Вот всё есть. Здание не надо. А дома с хранили? Дома с хранили. Ну дом уже всё. Там он разрушен. Его надо уже перестраивать. Хотя в 2008 году Из Иванова приезжала комиссия Обследовали дом. Ещё можно было его сохранить. Тогда нужно было всего-то 6 миллионов. Как вот обсчитали. Знаете, вот какой-то парадокс. Вот как у нас до сих пор нет музея Гоголя. Зато у нас есть музей кошки. Музей секса. Музей бутылки. Всего есть. Но таких музеев, которые нужны, Их нет. Вот как бы наступит какой-то момент. Вот я однажды случилась мне. Это был, по-моему, 2008 год. В Москве, в Доме литераторов мы проводили вот такой же вечер. И там оказался советник при президенте некий Владимир Чехарин. И я пожаловалась. Говорю, ну не слышат нас. Не слышат нас почему-то. Он мне устроил встречу с депутатом от Ивановской области Алексеевым Алексеем Алексеевичем. 7 минут всего мне было отведено на эту встречу. Я ему всё выдала. Он сказал, в чём проблема. Давайте мы его выкупим. Вот как бы передадим Министерству культуры, а потом вам. Всё, дальше этот вопрос не пошёл. Павел Пожигайлов. Не знаю уже, к кому обращаться. Вот каждая конференция, международная или не международная, пишем письмо на имя губернатора. Ответ приходит. Ищем средства. Ищем средства. Каждый раз одно и то же. Ищем средства. Имея Медведева. Надо постройку сделать. Знаете, внучка писателя, Марина Константиновна, кому она только не писала, кому она только не обращалась. Все письма сюда идут, отсюда отверг. Ищем средства. Остаётся только надеяться, что всё-таки когда-нибудь в очередной раз будет написано. Средства найдены в следующем году открытием музея. Конечно, очень жаль. И усадьбу, и дом разрушается. И та доска мемориальная, которая была в 81-м году, установлена. Она сорвана. Сорвана, когда велась такая судебная тяжба. Как бы в обход музея дом был продан в частные лица. Мы узнали. Пять лет велись судебные тяжбы. Вот какие есть суды на свете. Мы все прошли, дом вернули, потом его опять отняли. В общем, такая вот как судьбы у людей. Так, и судьбы у домов, к памятникам и так далее, и так далее. А сколько в агонах сдал? М? Сколько цвета я его сдала? Да? Остались? Да, да, да. Остаётся только надеяться, потому что ну всё вот уже. Уже имя Николая Павловича, что называется, от Плёса до Парижа. Парижи о нём знают. Парижи хранят его писем. Вот из этой переписки, что он переписывался. Мы дальше, если посмотрим, вот там вот так раз, эти вот эмигранты, русские литераторы. Это он с дочерью, Музея Николаевной, Константин Федин, то же самое. Ирина Адоевцева, целая переписка у них была, то же самое. И дальше у нас Вера Николаевна Муромцева-Бунина. Ну, это Николай Павлович в один из своих приездах. Они с дочерью здесь бывали на фоне дома, всегда в дом. Им не было доступа. Они могли только где-то рядом быть. Один-единственный раз им позволили зайти в дом, это как раз был последний его приезд. Ну, это вот одна из последних фотографий Николая Павловича. Он умер в 1978 году. Надо сказать, что несмотря на все тяготы жизни, он прожил довольно долго. Вообще, Смирновый долгожитель, и сестра его, Зинаида Павловна, полтора месяца не дожила до 100 лет. Хранила архив, вот уже после ее смерти этот архив был передан нам. Вот, дорогие друзья, очень кратко вам сегодня рассказала историю Николая Павловича Смирнова. Спасибо. На примере, вот знаете, на примере вот этой семьи вся история нашей страны. Вся история. Сегодня на встречу приехали поэты из разных городов. Я сейчас, как бы перекличка городов, у нас все-таки тема вот репрессий. Она все равно волнует каждого из нас. Сейчас вот я думаю, что вы сидели, вспомнили свое. Ведь это время, как Великая Отечественная война постучалась в каждый дом, да, так и эти репрессии не обошли никого. В моей семье тоже были репрессированы. Я сейчас... Так, у нас Шуя приехали первыми, поэтому я хочу предоставить слово Петр Владимирович Карауш. Я правильно произношу фамилию? Правильно. Правильно, да. И Елена Федоровна Дементьева. Андрей Дементьев, Елена Дементьева, не родственники. Тогда уже туда? Да, пожалуйста, сюда. Как правильно сказала наша уважаемая Анна Александровна, в каждой семье, почти в каждой семье, в Великом Советском Союзе были репрессированы и в моей, конечно, тоже. И вот однажды, совершенно случайно, мне, значит, видать, выкинули архивы в 90-х годах, и мне досталась книга. Я нашел все акты, запросы КГБ. Отсюда родилось вот такое стихотворение. Кто ответит? Больше нету могучей державы и всесильного нет в КГБ и случайно читаю в журнале этот страшный отчет о тебе. Я читаю и будто незримо у тебя за спиной стою. Пожелтевшие эти страницы не доверили тайну свою. Протоколы, допросы, признания, хруст костей, нестерпимая боль, анонимные чьи-то доносы и палач, что вошел в свою роль. То ли день, то ли ночь, непонятно. Нет воды, нет еды, спать нельзя. Одиночная камера смерти и суровый партийный судья. Враг народа звучит, как проклятие. Враг народа позор навсегда. Я вижу, идешь по этапу за собою плеймо волоча. Может, так же и дед мой Василий был в каком-то убит в ГПУ, а возможно в далекой Сибири нес устало свой крест сквозь пургу. В Оркутале, в Тайшет, в Магаданле миллионами шли в этот ад. Ни имен, ни фамилий, ни званий, только номер и страшный враг. Кто ответит за муки народа? Кто оплатит страдания людей? Спит в могиле на кладбище старом и прощенный никем лиходей. Спасибо. К сожалению, сюда сегодня могла приехать поэт, так как она человек с ограниченными возможностями, член нашего литературного объединения Марина Милова. Она является также членом Союза Московской писательской организации. Она написала стихотворение к этому событию. Поклонимся до земли. «Были вы сестра» большая тюрьма. Не доходят до вас посылки и короткие строки письма. А страна об этом не знала и не верила никогда. Только люди с лесоповала возвращаются иногда. Позади остались могилы самых лучших верных друзей. Вам хватило душевной силы не отправить память в музей. По дорогам архипелага вы достойно и гордо шли. Победившим ужас ГУЛАГа мы поклонимся до земли. Марина Леонидовна Дмухтомовича, который вышел в прошлом году, это ее седьмое издание, она уже готовит восьмой сбор. Спасибо большое. А сейчас я представляю слово нашему члену литературного объединения Инны Алексеевны Милеевы. Ее семья обстрадала от репрессии. Она трижды номинант международной премии филантроп, прозаи и слуха. Отец мой был преподавателем физкультуры, мать химик и биолог. Тетя моя была филологом. И вот в 1938 году, в феврале был репрессирован муж моей тети, а в апреле был репрессирован мой отец. Его взяли прямо в физзале, который был первым в Молдове, самым лучшим физкультурным залом. Он видел впервые, когда в Москве проводились первомайские праздники на площади, когда выступал. Это было массовое выступление, изумительно красивое, осмысленное все. И он решил маленькому своему городку Балта подарить то же самое. Он подготовил это выступление, но и съездил в Москву 28 апреля. Он раздавал в физзале костюмы для того, чтобы провести. Приехал Черный Ворон, его забрали. Все, что я помню, мне было тогда 11 лет. Это привели домой. Сделали обыск. Так как нечего было взять, кроме охотничьего ружья и самодельного радиоприемника. Его увели. Я последний раз, как говорится, не зная этого, я видела, как отличная аллея из желтой акации цветущей. И он ко мне, уходя, на нем наброшено было коричневое пальто драповое. Таким я его запомнила на всю жизнь. Он был очень, как сказать, его можно сравнить было с Макаровым. Он умел воспитывать и дал, предоставил, как говорится, помог им выйти на правильный путь. Уже, когда его не было, сколько лет прошло, я стала взрослая. И встречались те, кого он воспитывал. И помнили его всю жизнь. Так что, и вот на этой хочу сказать. У нас в Шуе. Я не поэт. Я прозаик и чтец. Но читать стих я сегодня не буду, а просто расскажу об этой книге, так как не везде это делают. Она называется «58-я статья». Это книга, у которой 60 авторов. То есть, это книга рассказов предложили всем, кто пострадал от репрессий. Она издана в 2010 году, редактировал ее кандидат филологических наук Датсон Джарский и кандидат исторических наук Вазилов. В предоставленном вниманию читателей сборники о воспоминаниях содержится более 60 авторских работ об эпохе политических репрессий в СССР 1920-50-х годов. Сборник является уникальным источником информации о политических преследованиях, раскулачиваниях, борьбе с деятелями церкви, переселением народов и тому подобное. Его уникальность в том, что написан он обычными людьми, прошедшими ужас тюремных застенков, спецпоселений, лагерей или оставшимися сиротами в ходе чистых арестов. Особенностью издания является его краеведческий аспект. Книга предоставляет внимание для всех, кто интересуется периодом политических репрессий. Вот это мне поручил мой коллектив ознакомить вас с присутствующим, с тем, что у нас делается. И издается, после этой книги будет издана, она издавалась два года, собиралась и все. Сюда приносили сами свои воспоминания, или мы, литераторы, помогали, собирали этот материал с позволения, как говорится, того, о ком рассказывала. И у нас каждый 30 октября отмечается день поминовения репрессированных. Так что мы не отстаем, и памятью о репрессиях является эта книга, и будет еще продолжена. Дмитрий Федоров, девочки, пожалуйста, по выходу. Всем здравствуйте. Скажу только сразу, что про репрессии, про поэтов репрессированных я вам не смогу прочитать. Нет у меня пока таких настолько серьезных стихов. Ну, может быть, на следующий год тема достаточно серьезная. Ну, прочитаю вам. Как сказать, не скажу, что веселый стих, но, надеюсь, вам понравится. Плюс, физское хозяйство. Закушу у дела, и на плечи, и на шею хомут, поле чистое мной будет спахано. Только этот двуногий стоит за спиной, не обжег бы хвостом безнаказанно. Бодрый храп, светлевкий ход, и свежо поутру, и межа за межой глаз мой радует. Только этот двуногий кричит за спиной, поднажми, да, хотяга, командует. Полдень жарит вокруг, мыло весит с боков. Я-то думал, что я самый сильный, только этот двуногий идет за спиной. Видно, кто же, зараза, двужильный. Еле-еле тянул, и копыт уж кровь, может, лопнет вожжа, мне потрафит. Только этот двуногий сказал за спиной, вот дарущий дотянет, и хватит. Ног не чую своих, не стою, не лежу, но помытый, и стоило резное. Только этот двуногий зашел, так с лица, я в сану не насыпал, раз втрое. Завтра вновь, завтра снова пахать, завтра вновь умирать, Чтоб зашла рожа с гречихой по краю. Был бы этот двуногий опять за спиной, пропадет без меня, я же знаю. Спасибо. Можно я одно из своих стихов почитаю? Оно посвящено Николаю Павловичу Смирнову. Вот представила однажды его чувства, его мысли, думы о Плесе, чтобы вот как душа бы его пела, или, может быть, плакала в Плесе, вот родилось такое стихотворение. Я в Плес хотел бы возвратиться, вдоль милой Волги погулять, могилам предков поклониться, у тех березок постоять, пройтись по улочкам знакомым, послушать пенье соловья. Ведь здесь, под шорох волн бессонных, бродила молодость моя. Здесь рок в старинной позолоте звучал над древностью лесов, сияли в сумрачной дремоте огни охотничьих костров. Здесь я искал успокоенья душевным ранам и страстям, здесь слушал в храмах песнопенья и гимны пел ушедшим дням. И как свидетель бурь мятежных, узнавший боль в чужом краю, я предспоручницею грешных вновь на коленях постою. И за грехи мои земные, за все, что я недолюбил, прости, пречистая Мария, и дай прощение другим. Ну и напоследок такое жесткое стихотворение о сегодняшнем дне. Ходила правда по земле, пока была еще живая. Она не знала, что давно ее уже не принимают. Она стучалась тут и там, в ворота, в двери, в окна, в души. Но голос правды, чушь стал нам, его давно никто не слушал. В лохмотьях, нищая, с клюкой, жила у жизни на задворках. Не знала бутеров с икрой, все чаще гвозди в хлебных корках. Зато цвела, порхала ложь, в обнимку с жуликом, с воровкой. Ты этих ухарей не трожь, иначе тоже на задворке. Спасибо. Я думаю, что имя Николая Павловича Смирнова для кого-то стало открытием, для кого-то воспоминанием. Кто-то знал его, кто-то просто вспомнил. Но во всяком случае, я думаю, что вы не пожалели, что пришли на сегодняшний день. Спасибо.